Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Владимир Лузай. 13 июня 2017 года на канале РЕН-ТВ был показан обо мне сюжет в программе Тайной Чартман. Просматривая этот сюжет, я увидел, что там есть некоторые неточности, которые были произнесены диктором за кадром. Поэтому сегодня мы посмотрим сюжет и я прокомментирую и внесу точности, неясности, которые были там исправлены. Так что смотрим сюжет. Легко ли оставаться спокойным, если у тебя обнаружили страшную болезнь? Владимир Лузай, длиннобойщик из Барнаула, даже в страшном сне не мог представить, что врачи, по сути, вынесут ему смертные приговоры. Ангола, когда взял документы, посмотрел и сказал, что... Ну все, это уже... Говорит, у тебя такая болезнь, что... Ну, он... Неоперабельно это раз. Если сделать операцию, то есть ты останешься инвалидом, у тебя сахарный диабет будет, то есть долго не протянешь. И химии делать тебе так, как сказали, рукой махнули, ну 30 дней тебе вот с этим диагнозом, с этими размерами, 30 дней, максимум, говорит, 45. Все. Владимир начал искать любую информацию о способах лечения онкологии. Все свободное время проводил за компьютером, подключил к поискам всех друзей и знакомых. Однажды ему прислали ссылку на сайт, где советовали лечить рак с помощью обычной пищевой соды. Терять было нечего, и Владимир решил попробовать. В 2.30 первый раз я вот навел соду, выпил, и все, через 3 часа я увидел результат. А в чем заключался результат? У меня все тело после лапароскопии было покрыто прыщами. Я выпил полтретьего, в 3 я лег спать, через 3 часа я встал, 6 часов. То есть я не обнаружил ни одного прыща, остались только розовые пятнышки. Надолго ли помогло Владимиру такое лечение? Что говорят врачи о попытках исцелить себя самостоятельно? И можно ли совместить народную медицину с новейшими научными технологиями? Именно так на свой страх и риск действовал дальнобойщик из Барнаула Владимир Лузай. Врачи поставили ему диагноз – неоперабельный рак, и сказали, что жить осталось не больше полутора месяцев. Владимир решил лечиться самостоятельно и начал пить обычную пищевую соду. По его словам, он довольно быстро почувствовал улучшение. Правда, одновременно мужчина прошел 3 курса химиотерапии. Поэтому нельзя утверждать, что именно сода оказала благотворное действие. Пия? Вот здесь появились первые неточности. Я сейчас поясню вам. Дело в том, что у меня рак поджелудочной железы, хвоста поджелудочной железы с многочисленными метастазами в печени. Поэтому статистика излечения данного заболевания практически равна нулю. То есть просто это продление жизни на несколько месяцев. То есть химиотерапия и все остальное, это продление жизни на несколько месяцев. Однако я пошел другим путем. Я начал пить соду, я начал применять витамины, которые разработал самостоятельно, метод лечения. Я начал применять это на себе. Я сделал 3 курса химиотерапии. Однако во время химиотерапии я пил соду, пил витамины, все применял, то, что придумал. Дальше после 3 курса, когда я сдал УЗИ, показалось и быстрое уменьшение, большое уменьшение опухоли и метастаз в количественном составе. Врачи предложили, давай дальше делать химиотерапию. Я развернулся, ушел, сказал, что нет, спасибо, на этом достаточно. Я продолжил лечение, продолжил свое лечение уже капотем натрий-гидрокарбоната, то есть содой, через внутривенные инфузии. Вот, поэтому смотрим дальше сюжет. 11,4 тысячи у нас стоит, их надо пройти десяток. Это хирургия, вырезать все побольше, чтобы человеку уже, чтобы там точно было кранты, да, 1,6 миллиона операций, иначе вы будете ждать и не дождетесь. Ну и радиоактивное облучение, это вообще Чернобыль в каждом человеке. Все, вот они, три метода, которые применяются во всем мире. Дальнобойщик из Барнаула Владимир Лузай уверен, что ему удалось локализовать раковую опухоль с помощью пищевой соды. Спорное подтверждение. Как считают врачи, пациенту помог назначенный курс лечения. Владимир говорит, что сам нашел причину возникновения болезни, устранил ее и потому исцелится. Я задал себе просто вопрос, откуда это все пошло, почему я, ну, как не пью, не курю, здоровый человек, вдруг началось, я начал, скажем так, лечить не последствия, рак это уже последствия, я начал искать причину возникновения этого рака. Вот, и я нашел, нашел ее в том, в моем образе жизни. То есть, поскольку я дальнобойщик, и образ жизни мой заключался в том, что бессонные ночи, там постоянный стресс, а вот постоянный стресс, питание. Владимир полностью изменил свой образ жизни. Он придерживается диеты, строгого режима дня и продолжает принимать соду, полностью отказавшись от лекарства. Он сделал этот выбор на свой страх и риск, проигнорировав предупреждение медиков. Сейчас я не принимаю таблетки, хотя я стою на учете в кардиологическом центре, я не принимаю таблетки, не принимаю то, что они там прописывают. Я все делаю, ну, как исключение, то, что я решил. Витамины, сода и все. Владимир уверяет, что живет полноценной жизнью, и его здоровью ничто не угрожает. Это подтверждают регулярные обследования. Я себя замечательно чувствую. Вот я свяжу за собой, то есть, делаю МРТ, делаю, сдаю анализы крови, там. То есть, сдаю все вот параметры, у меня просто все хорошо. Врачи признают, что иногда сталкиваются со случаями неожиданного исцеления от рака. Научных объяснений этому явлению не существует. И это не единственный вопрос, который современная медицина оставляет без ответа. Итак, подведем итоги. И вот в последние несколько секунд там было сказано, что врачи сталкиваются с тем, что люди исцеляются. Неожиданным образом люди исцеляются от рака. Таким образом, я вам могу сказать, что данный способ лечения, которым я воспользовался, имеет хорошие результаты. Ну и в дальнейшем мы собираемся ездить по стране, брать интервью тех, кто лечился тем же самым способом, что и я. Мы доведем до людей, доведем информацию о том, что можно лечиться и нужно лечиться от рака. Если понравилось это видео, ставим лайки, делимся в соцсетях, подписываемся и не забываем поставить колокольчик, для того, чтобы не пропустить новых видеороликов. Продолжение следует...